Привет, друзья! Послушайте, как шумит этот каскадный ручеек. Кто-то мне сказал, кто-то мне написал из моих подписчиков. Англичане любят делать вот такие вот водопадики каскадами. Ну вот. А это вот, по-моему, даже никто и не сделал. Это прям вам даже и в лесу. Посмотрите. Посмотрите, друзья, какая прелесть. Вот здесь вот лавочка. Можете сесть послушать ручеек. Я надеюсь, вам слышно, как он чудесно шумит. А вообще, опять же, это я. Вы знаете, где? Это я вас привезла в город Вентнер. И вот сейчас я из города, из центра направляюсь пешком, потому что здесь найти трудно парковку. Я вот пешком сейчас спущусь. И там будет у нас побережье и море. Сейчас покажу. Вот я иду по тропинке, по этой сумасшедшей вниз спускаюсь. И вот вы посмотрите, живут люди. Вот посмотрите, я остановилась специально вам показать. Вот смотрите, это вот у них так туда ступеньки вниз. И вот здесь вот так вот они живут. Но зато посмотрите, вот там, если вам видно в промежутке между домами, вот это вот уже океан. Пролив English Channel или пролив Ла-Манш. Вот представляете? Вот такой город Вентнер, он весь такой. Так это еще то, что я вам показала вниз. А тут еще же и наверх есть лестница. Вот посмотрите, ступеньки. И вот туда тоже наверх. Еще выше. И вот дальше, посмотрите, там дальше везде люди живут. Вот так вот, козьими тропами. Вот вам показываю. Хочу, чтобы вы имели представление. Это вообще, друзья, вот хотели бы жить вы его вот так вот. Я что-то не знаю. Сейчас я попробую этот дом обойти с другой стороны. У него вид на море, конечно, шикарный. Сейчас посмотрим. Вот я спускаюсь. Вот этот дом. Вот уже, видите, море, океан вернее. Сейчас спустимся, покажу вам его франт. Вот какой он открылся нам, этот домик. Ничего себе домик. Я так думаю, что это даже, друзья, и не домик, а это или домик, боже. Нет, наверное, все-таки дом, потому что написано, парковаться только правят. Ну, значит, здесь просто квартиры у людей. Вот такой город Вентнер, друзья. Вот посмотрите. Как расположился уютно этот дом. Уютно или не уютно, я не знаю, потому что дикий абсолютно берег. Посмотрите на этот берег. Никакого пляжа тут, конечно, в помине нет. Здесь глыбы камней. И вот такой вот берег. Вот там дальше еще какие-то построения. Вы знаете, это уже самый, так скажем, западный, западный, как сказать, господи боже. Западный край города Вентнер. У меня словесный бывает затык иногда, извините. Вот. Я здесь не была никогда. Вот хожу с вами, друзья. Прям даже интересно посмотреть. Ну, вот везде, видите, private road. То есть территория приватная. Вон там опять. Private все. То есть, несмотря на то, что вот для меня показалось, что это жить здесь как-то не очень интересно. А вот многие, наверное, предпочитают вот так вдали от людей, в тишине, на природе, у моря. С таким шикарным видом вот жить. И посмотрите, у них там пальмы. Вот. И скорее всего, что здесь недешево этот дом стоит. Ну, вот я прошла еще западнее туда. За угол, видите, вот. Такие здесь дома, друзья. Это все-таки дома. Это не отели. И дома опять богатых, каких-то зажиточных англичан. Вот я даже, кстати, ну, тут везде написано private. Private нельзя. Паркинг, ноу-паркинг. Хотя волк можно гулять. А парковаться нигде нельзя. И что-то как-то, вы знаете, я даже и не была здесь никогда. Вот не знаю, на ту сторону не могу снимать, садится солнце на запад. И все мне засвечивает. Вот хочу вам показать. Видите, какая? Все-таки здесь похоже, что такая-то территория, где люди живут. Вот она все-таки, потому она и private. И потому здесь и входить нельзя, что здесь на самом деле какой-то опять posh place. То есть место довольно дорогое для уединения каких-то зажиточных богатых англичан. Потому что, учитывая, вот посмотрите, какая здесь построена набережная, не набережная, а как сказать. Ну да, вот может быть и набережная. Вот спускаются ступеньки туда к воде. Вот. Все довольно живописно. И она вот длинная. Сейчас все-таки повернусь, может быть, будет вам видно. Хотя и солнце на закат. Вот видите. То есть сделано так все основательно и дорого. Вот опять там скала. Сейчас пройду туда, посмотрю, может красивее вид. Ну вот хочу вам вот этот шикарный белый дом показать, друзья. Не могу я его ближе показать, потому что когда я подхожу ближе, то его, естественно, мне за стеной не видно. Вот я отошла, хоть как-то видно. Вот это вот туда лестница наверх. Она закрыта, видите, лестница такая деревянная туда наверх ведет. И там у них правят территория опять. Судя по тому, что я вижу в окнах, какие там занавески шикарные. Шторы или как сказать. И какая там мебель. Вот там такая спинка белой кровати. Видна наверху, наверное, спальня огромная. И такие красивые окна с видом на море. И дом этот, он еще там, вот видите, вторая крыша сзади, если вам видно. Он просто огромный. И вот эта терраса впереди. Ну то есть этот дом, я так думаю, в огромных денег стоит. И опять, судя по его вот наверху этим трубам, у него там камины. То есть, наверное, опять, ну как сказать, практически новый, наверное, лет сто ему этому дому. Ой, друзья, никогда не была. И там, знаете, что написано? Что вот эта вот территория вся, вот здесь вот на западной части города Вентнер, на побережье, вот она очень специфическая, что здесь такая территория. встречается впервые, чтобы было так комфортно расположено рядом с океаном и закрыто от ветров, как там написано. Ну, в общем, конечно, написать можно все, что хотите. Были бы денежки, чтобы их... Вот здесь, видите, опять... Никого нет? Вы посмотрите. Вы же видите, друзья? Вот у меня все спрашивают. А почему никого нет? Вокруг. Вот почему никого нет? Вот девушка одна, он пошла там. Вот и я. Еще ходила там одна семья. Ой, почему никого нет? Да потому что. Потому что все правят территории. Потому что все богатенькие вокруг живут. И как-то вот не приветствуются здесь люди-то. Они предпочитают тишину, покой, уединение. Может, книги пишут там, знаете, какие-нибудь байроны новые. Я вообще не знаю. Хотели бы вы жить вот в таком вот месте, друзья? А напротив Франция. Ну вот, друзья, я завернула за угол. Думала, что там это все кончается. Я пришла еще. Для меня огромный сюрприз, так опять скажем, да? Вы посмотрите, эта набережная, она дальше тянется. Абсолютно никого нет. И тем не менее сделана вот такая шикарная просто набережная, я считаю. Для кого? Объясните мне. Посмотрите, здесь ни домов, ничего нет. Здесь только вот такой обрыв. Вот вам, пожалуйста. И вот дальше. Вот тот белый домик первый виден, который я вам показала. Вон пошла вдалеке женщина в белой курточке. Она, я вам ее только что показывала, она свернула, пошла назад мне навстречу. Мы с ней долго разговаривали. Правда, она шла внизу, а я вверху. И так стояли друг на друга. Она на меня, подняв голову, я на нее спустившись вниз. Разговаривали долго. Вот она как раз живет в одном из этих домов. Она говорит, что просто наслаждение здесь жить. Она довольно молодая, но говорит, уже 35 лет, как она сюда приехала. Что здесь свежий воздух и всегда на несколько градусов теплее, чем на Мейнлэнд. И она просто в диком восторге вообще, что она здесь живет. Сказала, что гуляю я по два раза в день, утром и вечером. Вот сейчас у нее прогулка эта закончилась. То есть вот, понимаете, друзья, здесь живут люди, наверное, все-таки специфические. Почему нет людей? Вот поэтому и нет людей. Вот, пожалуйста, велосипедики. Велосипедные прогулки. Вот. Ну, здесь, конечно, на такой шикарной территории. Тут, знаете, сам Бог велел на велосипедах ездить. Посмотрите, как здесь классно. И ведь она тянется. Если вам видно напротив солнца, мне так вот не видно даже, что у меня на экране, к сожалению. Ну, это вот этот вот так классно отделанный. Даже, ну, это не гранит, конечно, это просто цементные какие-то плиты. Ну, вот отделанный берег, вот так замечательно. Он меня просто, вы знаете, просто удивил. Я даже не понимаю, почему здесь такая грандиозная набережная отделанная. И она тянется туда и туда и туда и дальше. Вот, иду все дальше и дальше. И все равно конца не видно этой отделанной набережной. И вы знаете, не сказала вам, когда я разговаривала вот с этой вот женщиной в белой курточке, которая здесь живет, я ее спросила, что это, что такое странное здесь такая набережная. Она сказала, да, вы знаете, здесь у нас есть, приезжает на лето, купил дом, приезжает на лето, вот, очень какой-то богатый господин, как она сказала. И вот он решил вот так красиво сделать вот эту набережную. И он был меценатом, заплатил денежки. И вот ее здесь выстроили. Вот, друзья, вы знаете, я здесь никогда не была. Как я вам уже говорила, я очень много мест на острове Лавойт вообще не знаю и не видела. И что-то такое найти называется «Попробуй найди». Вот, либо случайно забредешь, либо уже кто-то хорошо знает эти места и может вам рассказать. Вот. Ну, я вот просто очень рада, что я сюда попала. Не знаю, может быть, вам, конечно, скучновато вот так вот просто идти там смотреть вдоль берега, по берегу. Ну, а мне огромное наслаждение. Вода шумит, вид великолепный просто. И главное, что вот для меня, например, когда не очень много людей, мне вот такие места больше нравятся. Вот как-то так. Скажите свои впечатления, друзья. Ну, а это город Вентнер, как я сказала, самая западная его часть. А вот в центр Вентнера я вас обязательно свожу. Пока-пока. Пока.